Приложение. Примерный перечень грехов для подготовки к исповеди. Грехи против Бога и Его Церкви. Маловерие. Сомнения в истинах веры. Произвольная трактовка догматического и нравственного учения Церкви. Хула на Бога, Божию Матерь, святых на Церковь. Отсутствие желания побольше узнать о вере. Неразборчивость в чтении. Пренебрежение к изучению Священного Писания. Церковных книг. Суеверие. Интерес к различного рода суеверным слухам. Нетрезвому к ликушеству. Языческим обычаям. Околоцерковному политиканству. Гадание. Вера в экстрасенсов и целителей. В астрологические прогнозы. Увлечение чуждыми христианству, оккультными, теосовскими и прочими учениями. Стремление совместить их с христианством. Кощунство. Неблагодарность. Ропот на Бога и предъявление Ему претензий за неудачи своей жизни. Предпочтение заповедям Божьим человеческих соображений выгоды, комфорта и тому подобное. Восприятие Бога как гаранта благополучной жизни. Потребительское отношение к Богу и Церкви. Недостаточная вера в милость Божию и, как следствие, отчаяние в своем спасении. Другая крайность – безрассудное упование на всепрощение Божие при сознательной греховной жизни и нежелание исправлять ее. Немолитвенность. Нерадение к молитве, как к личной, так и церковной. Непонимание необходимости понуждать себя к ней. Формальное отношение к молитве. Подмена ее вычитыванием правил или выстаиванием богослужения. Рассеянность на молитве. Разговоры, ходьба и отвлекающие от молитвы действия в храме во время богослужения. Нарушение церковной дисциплины, постов, молитвенного правила. С другой стороны, излишнее внимание к ним, когда уставы и средства, помогающего духовной жизни во Христе, становятся целью, что приводит к тяжелому греху фарисейства. Пренебрежение к церковной службе. Редкое участие в таинствах исповеди и святого причащения. Формальное к ним отношение. Потеря благоговения перед святыней. Магическое отношение к таинствам, когда их действия рассматриваются в отрыве и независимы от личного молитвенного труда. Предпочтение обрядовой стороны церкви нравственному евангельскому усилию души, выстраиванию своей жизни по Христу. Грехи против ближнего. Гневливость, вспыльчивость, раздражительность, отсутствие кротости и терпения, злоба на ближнего. Неуважение к родителям. Нежелание обеспечивать их в старости, снисходить, не раздражаясь к их немощам. Неумение хранить мир в семье. Повышенная требовательность. Придирчивость к супругу, супруге. Нежелание выслушать, понять, уступить другому. Ревность. Небрежение к воспитанию детей. Необоснованное и неадекватное их наказание. Соблазнительное поведение в отношении противоположного пола. Измена супругу, супруге, приводящая к разрушению семьи. Аборт. Согласие с ним супруга, принуждение к нему. Осуждение ближнего. Черствость, жестокость, немилосердие, ненависть к людям. Неуважительное отношение к старшим. Превозношение себя над другими. Подчеркивание своей значимости. Потребительское отношение к людям, как инструментом для своих целей. Эгоизм. Обман. Ложь. Неверность слову. Лжесвидетельство. Клевета. Оговор. Мошенничество. Нечестность во всех ее видах. Хищение. Воровство. Лихаимство. Нажива на несчастье другого. Лицеприятие. Деление людей на нужных и ненужных. Начальников и подчиненных. Лесть. Подхалимство. Беспринципность. Заискивание перед начальствующими. Грубость. Пренебрежение. Невнимание к нуждам подчиненных. Неумение и нежелание выстроить со всеми людьми ровные, мирные, уважительные отношения. Заражение своими страстями других людей. Потакательство чужим страстям. Нежелание активно бороться со злом. Заступаться за слабых и обижаемых. Нежелание помогать людям в их нуждах. Жертвовать своим временем и средствами ради ближнего. Затворение сердца. Хвастоство, хамство, сквернословие. Стремление к навязчивому нравоучению. Фарисейское нежелание утешить, облегчить участь ближнего. Ненависть к отдельным нациям и народам. К людям, придерживающимся других взглядов. Грехи против самого себя. Уныние, угнетенность, подавленность, отчаяние, ложь, нечестность перед собой, невнимание голосу совести, непонуждение себя на добро, непротивление греху, тунеядство. Нежелание работать, учиться, развивать себя как христианскую и культурную личность. Приверженность потребительской антикультуре. Ложное смирение. Позволение манипулировать собою, унижая свое христианское достоинство. Излишнее увлечение бездумным потреблением информации, телевидение, газетные сплетни, курение, наркомане, неумеренное употребление алкоголя и прочее. Блудный грех. Нехранение себя от нецеломудренных впечатлений. Сребролюбие. Жадность. Накопительство. Излишняя расточительность. Увлечение ненужными покупками. Чревоугодие. Объедение или пристрастие к определенной пище. Услождение себя. Гневливость. Неумение успокаиваться. Мстительность. Ленность. Праздность. Чеславие. Самомнение. Гордость. Эгоцентризм. Обидчивость. А также и другие грехи, в которых обвиняет нас наша совесть.